Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Зрители рано обрадовались уходу Татьяны Владимировны Африкантовой с проекта. Как вы помните, она приняла решение не мешать молодым. Она сказала, что вернется, когда у Марины с Андреем родится ребенок. Но главный продюсер проекта Алексей Михайловский подтвердил тот факт, что она ушла всего на два дня. Катя Король и Денис Козлович объявили себя парой. Денис заселился в VIP Кате. Он сделал ей невероятно красивый романтик в ресторане и подарил эротическую фотосессию. Ради отношений с Катей он отказался от сольного танцевального номера с Натальей Бичан. Но в искренность их пары не верят ни ребята на проекте, ни зрители. Винцислав Венгражановский нашел себе девушку за периметром. Он пишет, проводим с Леной теплые вечера. Оля Жемчугова рассказала, что ей подарили на день рождения. Она написала, муж про меня не забыл, прислал шикарный букет роз, я даже не знаю, сколько их там. А главный подарок от него будет по приезду в Москву. А сын тоже маме кое-что подарил. Разбил мой новый телефон, которому месяц. Минус 16 тысяч на экран из семейного бюджета. Руслана Мишина опять в отношениях с Ильей Ябаровым. Но они еще не готовы заселяться в отдельную комнату. Илья не уверен в Руслане, думает, что у нее остались чувства к Алексу Гулиеву. А Руслана боится, что если они заселятся, то бытовуха погубит их отношения. Она пишет, я за лайтовые отношения, нам так комфортно. Теперь мы расскажем вам о новых событиях на Сейшелах. Саша Гозиас отказалась от отношений с Костей Ивановым. Она хочет вернуться в Москву. Гозиас пишет, Костя считает наши отношения неперспективными. Для него чуевское строительство, девочки, знакомство намного интереснее. И я отпускаю его. Ольга Рапунцель продолжает плакать и жаловаться на Диму. Дима испортил мне день рождения и предложения не сделал. Он подарил кольцо в размере 100 тысяч рублей в качестве простого подарка. И то деньги занял у ведущих. Он не считает себя виноватым и не осознает, что он не прав. Кристина Лисковец наконец определилась, кто же ей нужен. Она живет вместе с Федей Стрелковым в одном бунгало и признается ему в чувствах. «Я долго убегала от себя, пряталась и даже улетела. Прости меня за то, что вела себя неправильно. Ты веселый, сильный и заботливый. Ты тот, кто мне нужен». Запроектная возлюбленная Коляна Должанского очень хочет стать проектной. Она рассказала о самом интимном в их с Коляном отношениях. «Сегодня два месяца, как мы встречаемся, и все это время Коля пытается проникнуть в меня. Я у него в гостях уже шестой раз, но мы обычно спали отдельно. Эту ночь мы спали на одной кровати с тактильным контактом. Теперь он мне уже родной человек». А теперь о бывших участниках телепроекта. Кристина Дерябина дала интервью журналу «Дом-2» о ее отношениях после ухода с телешоу. Она рассказала, как познакомилась со своим молодым человеком, как они начали жить вместе и, конечно же, почему скрывали свои отношения. Так что ждем майский номер журнала. И напоследок о бывшей участнице телепроекта, ныне популярной телеведущей Нелли Ермолаевой. Она готовится к свадьбе со своим женихом Кириллом Андреевым. Но дата свадьбы у них откладывается, потому что молодые хотят выбрать такой день, чтобы все почетные гости смогли приехать к ним на праздник. Нелли рассказывает, «Филипп Киркоров, а мы с ним очень дружим, сказал, что в апреле Великий пост, а в мае Евровидение. Так что мы эти месяцы исключили». Нелли очень сильно хочет семью и детей. Она даже готова оставить на некоторое время карьеру ради этого. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!